Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире столичное управление МЧС. У микрофона Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили более 1600 боевых выездов. За это время на пожарах погибли 9 человек. 14 человек спасены. Минск чрезвычайный. 26 марта в конце рабочего дня диспетчеру МЧС стали поступать звонки о пожаре на 11 этаже дома номер 63 по улице Захарова. По прибытии к месту происшествия огнеборцы наблюдали горение балкона и, как выяснилось, огонь в квартиру проникнуть не успел. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры. Женщина сожгла пару листов бумаги в пепельнице и, не убедившись в прекращении тления, выбросила пепел в пакет с макулатурой. Минск чрезвычайный. В этот же день около 23.00 от охранника ТРЦ Arena City поступило сообщение о том, что на паркинге центра произошло ДТП. Прибывшие спасатели увидели такую картину. Легковой автомобиль Рено уткнулся передней частью в траволатер, а задний выглядывал на парковку этажом выше сквозь пробитую им же стену. Спасателям понадобилось более трех часов, чтобы извлечь автомобиль. Позже, по данным ГАИ, стало известно, что за рулем находилась 19-летняя девушка, не имеющая права на вождение. Минск чрезвычайный. 29 марта около 7 вечера произошел пожар в доме номер 3 по улице Лещинского. Со слов находившихся в квартире людей, они почувствовали запах дыма, зашли в комнату и увидели пылающий огонь на балконе. Попытки самостоятельно затушить пламя не обвенчались успехом, а к моменту прибытия огнеборцев балкон уже был полностью охвачен огнем. Причиной пожара стал брошенный окурок сигареты с выше расположенных этажей. На этом все. С вами был Александр Попко. Берегите себя и оставайтесь дома. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.